МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не отходя от кассы, зачем в Крае решили возобновить производство лекарств в аптеках? По горячим следам, наша съемочная группа вновь столкнулась с черными ассенизаторами. И начнем сегодня с резонансной драки на Старом Базаре. Совсем недавно завершилось заседание, на котором судят уже не Михаила Старцева, который нанес роковой удар, теперь на скамье подсудимых мужчина, которого считают зачинщиком драки. В СМИ его также называли инвалидом с тростью, которому все бросились на помощь. Передаю слово моей коллеге Ирине Корчагиной. Сегодня в суде Центрального района прошло заседание по делу так называемого инвалида. В суд Дмитрий Лопатин приехал самостоятельно, не на инвалидной коляске, так как выяснилось, что инвалидом-то он и не является. Напомним, в 2020 году, в июле 2020 года, на Старом Базаре произошла смертельная драка. Михаил Старцев, который уже получил 6 лет колонии за свой роковой удар, в ту ночь приехал на Старый Базар на такси. И в тот момент Дмитрий Лопатин подошел к его компании, явно провоцируя конфликт. По сути, Лопатин и стал зачинщиком всей этой трагедии. Именно он нанес первые удары Михаилу Старцеву и его компании. Как говорят очевидцы, в тот вечер Лопатин был крайне навязчив. На помощь Лопатину пришла семья Рохловых. После того, как Павел Рохлов нанес удар подруге Михаила Старцева, Михаил нанес ответный удар, от которого Рохлов скончался на месте. По словам Старцева, он действовал в пределах обороны. Повторюсь, ранее Михаила Старцева уже приговорили к 6 годам колонии, но теперь уже сам Михаил подал иск против псевдоинвалида. Ведь, по его словам, Дмитрий Лопатин нанес ему несколько ударов деревянной палкой по лицу. Кстати, по словам очевидцев, эта деревянная палка была больше похожа на самодельную биту. А сейчас Дмитрия Лопатина обвиняют по 112-й статье. Это умышленное причинение вреда здоровью в средней тяжести. Стоит развеять несколько мифов в этой истории. Помимо того, что с чьей-то подачи в СМИ пустили слух, что Лопатин инвалид с тростью, также Михаила Старцева позиционировали как профессионального боксера. Позже выяснилось, что он занимался боксом еще в школе, порядка 20 лет назад, спортивного разряда не имеет, в соревнованиях не участвовал. И суд это принял во внимание. Также экспертиза показала, что Старцев и его спутницы были трезвыми. В итоге испорчена жизнь сразу двух семей. В одной потеряли отца и мужа, другая семья подверглась нападкам со стороны общества, в том числе и пострадали дети. Мы были подвержены травле со стороны соцсетей, со стороны общества. К нам домой приходили неизвестные люди, выламывали двери, искали. Я вместе с с ними была вынуждена даже покинуть город, чтобы как-то сохранить психику и защитить своих детей. Сам Дмитрий Лопатин, который уже, как мы поняли, не является инвалидом, своей вины не признает. А это значит, что судебный процесс затянется на несколько месяцев. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. В Крае возобновляют производство лекарств в аптеках. В частности, изготавливать препараты по рецептам уже начали в барнаульском филиале государственной аптечной сети. Какие именно растворы, суспензии и эмульсии будут готовить, что называется, не отходя от кассы? Сколько они будут стоить? И зачем решили вернуться к старой практике создания лекарств персональной сборки? В сюжете Елена Макаренко. Начинающий провизор толчет в ступке вещество, которое станет основой для будущего лекарства. Его изготавливают не на фармзаводе, а в небольшой ассистентской помещении, которое находится прямо за аптечными кассами. Здесь вот у нас есть стол химик, провизор-аналитик, который эти лекарственные средства проверяет. И сами же мы их продаем. Первое лекарство собственного производства здесь продали 9 февраля. Пока изготавливают лишь 150 лекарственных форм. Но со временем, уверены специалисты, ассортимент удастся нарастить. Потребность в таких препаратах высокая. Мы знаем, что на рынке в основном фармацевтическое производство не выпускает детские лекарственные формы в том объеме, который требуется. Это и в педиатрической практике, и в офтальмологической практике. Я считаю, что даже в кожной дерматологической практике препараты, которые можно изготовить в аптеке, они актуальны. Аптечные рецептурные препараты, говорят специалисты, всегда пользовались спросом. Недорогие, но эффективные. Благодаря тому, что при их создании учитывают не только диагноз, но и индивидуальные особенности больного. Возраст, вес и другое. Индивидуальный подход к лечению всегда лучше, чем шаблонизированный. Возобновить процесс аптечного производства, признается руководство сети, отдалось непросто. После объявления нашей стране санкций возник тотальный дефицит субстанций, на основе которых создают препараты. Но с несколькими поставщиками договоры заключить удалось. Ближайшая из них – компания из Новосибирска. Вот эта субстанция на какие препараты в частности? Какая? Вот, например, вот это вот идет, это наружная. Это наружный блок у нас этот, это идут мази, болтушки с крахмалом, с тальком. Цинка, оки, все очень популярные были. Мы сейчас возобновляем, снова будем их готовить. Это при дерматитах. Аптечное производство свернули в Россию около 10 лет назад. Тогда провизорам запретили самостоятельно готовить препараты, которые уже зарегистрированы и имеют фармлицензию. И никаких программ по поддержке производственных аптек до сих пор не было. Но в ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил закон, возрождающий хорошо забытое старое. Самым сложным этапом, говорит директор Алтайской сети, оказалось лицензирование. Сложный этап, но мы его прошли с первого раза. То есть мы сделали все правильно, все верно, все соответствует требованиям и оборудованию. И проведен правильный ремонт. Соответственно, мы получили лицензию. И вот что удивительно, параллельно с процессом возрождения персональной сборки лекарств в Барнауле, в Бийске недавно ликвидировали единственный муниципальный рецептурно-производственный аптечный отдел. 8 его сотрудников сократили. Мы обращались за помощью в администрацию города, администрацию края, в Министерство здравоохранения и писали письмо Владимиру Владимировичу Путину. Но все ссылались на Министерство здравоохранения края. Краевой Минздрав, рассказывают бывшие сотрудники, называл им разные причины закрытия отдела. Нерентабельность аптеки, необходимость ремонта, отсутствие обязательных по закону сотрудников, таких как провизор-аналитик. На открытии Барнаульского филиала министр здравоохранения заверил, что и наукоград все же не оставят без производственной аптеки. Но пока не ясно, когда и по старому ли адресу она откроется. А в Бийске когда, в какие сроки? Я вам сейчас не смогу это сказать, поскольку мы находимся в поиске именно сотрудника. Из тех сотрудников, которым было предложено пройти обучение, не согласились они с этим, поэтому мы сейчас ищем именно, подбираем работника туда. Я являюсь провизором-аналитиком, но диплома именно аналитика у меня нету. Я провизор, провизор-технолог. Как говорилось аптеками Алтая, они «учитесь, учитесь», но конкретных предложений не поступало. Это в плане конкретно, как это будет происходить, какая зарплата будет, будут ли они оплачивать обучение, сколько это по времени. Я готова учиться. Сейчас в медицинском вузе обучаются четыре будущих аналитика-провизора. Все они на целевом наборе. Один закреплен за государственной аптечной сетью. Направит ли его в Бийск вопрос открытый, как и то, сколько в общей сложности производственных аптек планируют возродить в крае. По словам министра здравоохранения, для создания сети и приемлемых цен на препараты, нужно сначала нарастить спрос и в разы увеличить ассортимент. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. И к другим темам. Во многих городах России, в том числе в Барнауле, прошли митинги пайщиков одного из крупных кооператива в стране при покупке квартир Bestway. Участники акции выступают против действий банка, который заблокировал общий счет кооператива. И уже год пайщики не могут вывести свои деньги. А кооператив – приобретать жилье для своих представителей. По словам участников акции, здесь далеко не все пайщики. По неофициальной статистике, в Барнауле их около сотни. Суммы, вложенные на общий счет кооператива, разные. От нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Участники объясняют, что система кооператива привлекала их больше, чем ипотечная схема. Абсолютно минимальный переплата, только членские платежи. Вот и все. И переплата прям вообще минимальная, и это более доступно. Во-первых, ипотека, она же, ее тоже нужно заслужить, как говорится. Не все люди ей могут воспользоваться. А здесь неважно, какая у тебя кредитная история. И официально ты работаешь, либо нет, человек просто может купить объект недвижимости через кооператив. Сам Роман надеется, что еще купит свое жилье. Его деньги также оказались заблокированными. Хотя суд в Петербурге, поясняет мужчина, признал незаконными действия банка. Добавим, что всего в кооперативе около 20 тысяч пайщиков по всей России. В России могут ввести QR-коды вместо паспорта. Идею Министерства цифрового развития уже одобрил глава государства. По мнению Минцифры, новшество избавит людей от ношения документов и в большинстве ситуаций позволит использовать вместо паспорта QR-код на смартфоне. Мы решили выйти на улицы Краевой столицы и узнать, как к ноу-хау идеи относятся барнаульцы. Минируют как альтернативу ввести, альтернативу бумажному паспорту ввести QR-коды. То есть в телефоне показывать паспорт. Как к этому относитесь? Сбои в телефоне бывают. Поэтому лучше, конечно, бумажный носитель. Я не понимаю в новшествах совершенно. И как-то я к нему негативно и отношусь. В лишний раз не носить с собой важный документ. Ну, его можно не носить. Отфотографировать. И фотография будет в паспорте, в телефоне. Как бы удобно. Старым людям это не нужно. Молодежь, да, мы переходим все там на коды, на карточки. А пожилым людям они не будут. Ну, 80 лет моей маме, да. Ну, как она с этими кодами будет? Она ходит с обыкновенным телефоном. Так что для нас хорошо, для пожилых людей плохо. Установили бы QR-код? Ну, возможно. Еще подумаете? Подумаю, да. А далее репортаж с душком. Наша съемочная группа опять столкнулась с черными осенизаторами, которые сливают отходы в неположенных местах. Страдают природа, люди, которые живут рядом. Но почему-то местные ведомства до сих пор не нашли управу на осенизаторов с низкой социальной ответственностью. Тему продолжит Ирина Корчагина. Лили, льем и будем еще больше лить. Простой девиз черных осенизаторов. На снегу фекальная тропинка, как свежее доказательство. Недавно здесь были те, для кого деньги не пахнут. Это фильтрационные поля в индустриальном районе. Земля федеральная. Сейчас она передана аграрному университету. Вот только место облюбовали городские осенизаторы. Хотя поля рассчитаны только на нужды университета. А они явно не сопоставимы с тем объемом отходов, которые сюда сливают. Они говорят, что сейчас весна, вы здесь перекроете, мы вот туда дальше поедем. То есть ваша территория вот здесь заканчивается, мы будем рядышком лить. Вот сюда, в канавы, на поля. Нюхайте. Мы только приехали и осенизаторы долго не заставили себя ждать. Сейчас водитель напишет в чате к осенизаторов, что на полях облава пройдет пара часов, и они вернутся на место. И вот, пожалуйста, водитель на якобы сломанной машине. Ранее мы уже приезжали сюда и тоже попадали на осенизаторов. Платить за официальные точки слива, где отходы проходят очистку, они не хотят. Отметим, что бизнес на фекалиях приносит очень хороший доход. Одно дело, когда не было рядом места официального слива, и надо было везти, вот ближайшее было на космонавтов на полигоне. Понятно, что здесь огромное плечо, огромные затраты транспортные и так далее. Но здесь проезд южный, вот он рядом. Больше всего страдают люди, которые живут вблизи и круглогодично не могут открыть окна. Они уже обращались в различные ведомства. Специалисты приезжали, фотографировали, фиксировали, а толку? У меня прям все три окна из дома выходят сюда. Например, суббота-воскресенье в доходе до того, что три машины стоят, вот сливаются прямо в поле, они даже сюда здесь не могут на пятаке вот на этом развернуться. То есть их количество по 7, по 8 одновременно. Мы купили этот участок в 10-м году. Вот 13 лет. И вот когда мы слышим вот на свои обращения, что да что вам, мы вот не в курсе, вот это все неправда. Теперь людям интересно, куда смотрит Росприроднадзор, природоохранная прокуратура. Недавно стало известно, что на проблемы обратил внимание депутат Госдумы Данил Бессарабов. Быть может, такое внимание растормошит местные ведомства. Мы все-таки должны думать о месте, где мы живем, что мы оставим детям, внукам. Загадить-то природу легко, попробуй потом ее восстановить. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Всего 5-7% сельхозпроизводителей в России перешли на новую технологию обработки почвы. По-научному это звучит «ноутил». Фермеры ее называют технологией прямого посева, а по-простому – без вспашки. Последователи технологий есть и на Алтае. Улучшилась структура почвы, гранулометрический состав улучшился. Влагоемкость увеличилась. То есть, вот, допустим, в прошлом году у нас было порядка 160 мм посадка. По логике урожай не должно было быть. Но мы на полях на своих получили стабильный урожай. То есть, пшеница нашей алтайской селекции дала 40 центов. Владимир Васильцов уверен, что эта технология благотворно влияет на самый главный элемент – почву. Слои земли не перемешивают, а значит, образованная за зиму прослойка гумуса останется на поверхности и затем питает накопленными элементами ростки сельхозкультур. При традиционной почвообработке трактор вспахивает землю, разрушая гумусовый слой. Технологии «Ноутил» в России уже несколько десятилетий. Практикующие прямой посев уже в 11-й раз встречались в Барнауле на базе Алтайского аграрного университета. Делились опытом, раскрывали секреты. Чем «Ноутил» интересен с агрономической точки зрения, подробнее расскажем в итоговом выпуске новостей. И к другим новостям. Вязаные носки, перчатки. В городах и селах края продолжает собирать гуманитарную помощь для участников СВО. В селе Налобиха, по примеру других территорий, жители начали делать маскировочные сети. Далее с подробностями. По диагонали, девочки, не забывайте, что по диагонали вязать надо. Опытом по изготовлению маскировочных сетей с местными поделились соседи села Полковниково. На Лобихинские активистки долго ждать не стали. Приступили к делу. Сеть длиной 40 метров. Часть мы уже сделали. Обратились к жителям села для того, чтобы нам помогли для маскировочных вот этих вот ленточек. У кого есть нужная и пригодная для этой цели материя. Остаточки, может, у кого-то какие-то дома. И вот нам активно начали помогать. Вот эту работу мы сегодня делаем второй день. К слову, помощь бойцам здесь собирают постоянно. Мужчины приносят сигареты, тушенку, верхонки, которые сейчас просто необходимы, говорят активистки. Как вы можете видеть, здесь у нас футболки. Вот эта бабушка написала молитвы. Она прям два дня писала и сама лично принесла для наших бойцов. Ждем с победой. Вот эта женщина одна навязала носков. С района тоже собирали. Мы вот сейчас часть здесь, а часть потом в район же везем. И оттуда уже формируем. И вот стараются вот наши прям увозить прямо на место в часть. Вот это не в часть, это уже поедет с ленточкой. Всех желающих оказать бойцам гуманитарную помощь ждут в местном ДК. Кстати, отправляют ее каждый месяц. Ближайшая отправка уже в субботу. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. И в завершении выпуска к новостям спорта. Баскетболисты Барнаула на родном паркете принимали темп из Свердловской области. Большую часть игры наши были быстрее, точнее, но исход встречи решили последние 10 минут. Чего не хватило барнаульцам для победы и почему в конце поединка мы, можно сказать, отдали игру, расскажет Дмитрий Дроздов. Баскетбольный клуб Барнаул на 10-й строчке в турнирной таблице. Наш соперник Свердловский темп на третьей позиции. Казалось бы, исход матча понятен, но родные стены и болельщики подгоняли хозяев вперед. Все вылилось в знатную интригу. Барнаул по счету убегает, темп догоняет. Но, как покажет последняя четверть игры, гости просто не включились. Три четверти мы спали, слава богу, что проснули в четвертой четверти. Показали, что мы можем, но только, к сожалению, надо все четверти так стараться выкладываться. Понятно, идеально ничего не бывает. Но, тем не менее, спасибо ребятам. Преодолели в себе, в первую очередь, какой-то, не знаю, дисбаланс. Не знаю, как это назвать. Но вот мы справились. Первая четвертье завершилась в ничью. Вторую мы проиграли в одно очко. Третью выиграли в плюс пять. И, казалось бы, в финальной десяти минутке нас ждет заруба. Но ее болельщики, увы, не увидели. Сказался опыт и длинная скамейка у темпа. У наших обратная сторона. Лидирующие игроки устают. Молодежка пока не для этой лиги. Как итог, в финале игры нас разгромили 3-32. У них там люди играли по 20 минут, в среднем 25. У нас получалось, что там по 30-35, если посмотрите, да, там, приходилось кого-то дольше на площадке держать. Плюс мы сбились с четвертой на дальние броски. Бывает такое, что поделать. Жизнь не заканчивается на этом. Надо работать, надо, так сказать, в укороченном режиме делать работу над ошибками. Смотреть, что не так. Смотреть, где получается. И, может быть, оставить это в дальнейшем. Работу над ошибками Барнаул проведет, но уже без лидера Алимджана Федюшина. Сегодня стало известно, что игрок покидает клуб по обоюдному согласию сторон. Минус ведущий игрок. Как заменить мастеровитого Федюшина, вопрос открыт. Молодежный состав пока не готов. Конечно, есть шанс пригласить нового опытного игрока. Это возможно. Но в любом случае верим, что со всеми проблемами клуб справится. И вскоре мы увидим чемпионскую игру. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом все новости уходящего дня. Для вас мы на связи по номеру 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем хорошей недели и до встречи в эфире. platz. мотрите, подпишись на канал. Подпишись на канал. Приятности! Далее о高下 да. Профни нажмите! Понечно! Тем Santo! Перед